вот это вот было сделано вчера фотографии вчера мы поехали ко мне на дачу повез вот я сказал пожалуйста напомни мне напомни по пути сфотографировать один из феноменов но не разгаданных все одинаково вот прошлый раз я показал разница была восемь градусов помните это называется левое бережье сверху вода течет а ровно на той стороне это перед этим самым перед майный ровно на той стороне напротив видно хорошо даже мой дом видно значит расстояние до воды тоже одинаково примерно видите минус 15 свеженько это я для помните он не мог никак убедить этого авторитетного садовода кандидата новых франца халилова в том что у железа холоднее он приводил цифры мол вода греет теплее сейчас действительно тепло смотрите минус 15 и мы с садой быстрее скорее 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 в деревню то есть оттепляет же время к обеду подскосили я сразу раз смотрите вот в начале верхний сад минус 25 внимание минус 15 или 16 не 15 так и думаю так градусники врут это верхний сад если пройти напрямую через улицу метров 300 нижний сад вот опять то здесь по моему 24 здесь ближе донисея метров на 100 вот пожалуйста перепад вот это считается у нас как бы тут вам все что угодно метеостанция и мы знаем какая тут погода мы знаем что майный центр садоводства всей сибири был одно время ну пока здесь царствовали самые авторитетные они не нет я говорился не самые авторитетные вот кто бы про них знал пока я их не это не привознес их на всю страну на всю планету вот представляете бородич значит чижик левийский сошников вот это майна жестовские это они создали это чудо я тут не причем майна была уже до меня вся эта рыжая осенью от абрикоса это потом научили убивать вся майна взялась убивать центр садоводства вот но тут же ветераны наши они уже все могиле они ни при чем учили уже следующее поколение убивать каждый стал авторитетом сколько лишних веток уничтожить и вот уничтожили все это все лишь поколение сейчас близко того нет что было но было еще один момент я всегда на от 6 до 10 градусов а я жена девятки гонял я все не могу за остановиться потому что меня фактически франц он убедил кучу ученых что железом проходимец мошенник ну не мошенник ну как еще ну вру ну может ментхаузер назвать который себя вытащил из болота за 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 волосы вот вы представляете и тот раз показал в этот раз я вам еще все зиму вот когда будет 40 я вам покажу что на этой стороне будет 30 а 40 там а он то наоборот все да у железа теплее теплее ну что еще показывать вот еще раз остановиться не могу потому что вы представляете жить мошенником и что вся на у себя верхушка а железа вот эти 15 25 24 это все я не зря вас фотографирую подтвердите что это все правда вот и наконец теплица зашел а здесь уже цифра другая дальше идет учеба смотрите почему идет учеба показывал фотографии внутри теплицы и разница всегда была и осенью и зимой и уже когда морозы были за 30 разница составляла 3 градуса на распашку все двери и все эти у сергея не выдержали нервы захожу туда полета форточек закрыта дверь закрыта разбито вот такое огромное стекло так полтора квадратных метра ну метром разбила получается дверь закрыта но она открыта вот не все равно хоть она закрыта открыта и еще несколько форточков сорцов закрыта и уже заметьте тут 25 так или 24 а тут 16 так вот когда я делал теплицу я уже знал что я буду делать сейчас это не выдержали я же у сергея я ничего сказать не могу она черта он же там искорячил все персики потому что надо было черенки вот они всегда были фактически на морозе разница 3 градуса сейчас прикрыли разница стала в 9 градусов а дальше как только вторая волна нам обещают 45 вторая волна пройдет я снова все пооткрываем почему промерзшая насквозь теплица это здоровье деревьев такая же мороз как на опять будет то я я говорю всегда как есть кто-то прежде скажет у вас полная польщика закрылась а вы говорили все открыты нет говорю заранее мы сделали еще чуть теплее потому что не каждый день сергей торгует пивом я больше в городе вот и провороним а они искалечены все персики я вам показывал фотографии дальше пойдем вот эти персики чтобы не считали что ага мы только можем теплицы выращивать нет как были они на морозе так они остались помните он показывал с той стороны у меня дерево са который не пострадал от мороза все эти зимы это уже феномен оно привитое но я сказал что вам нужно будет потом привать там анжурцы уже теперь вы или на самом будете следующий поколение выращивать значит с того дерево которое не пострадало привитого не с видите если я ни одного черника не срезал не срежу а с того мы вам срежем несколько черников а то самым раздойкая а здесь еще не известно а то уже выдержала с 20 градусов зимы и стрел вот это вот записывайте где-нибудь вот здесь что мы с вами смотрели это усебная фотография значит снега как не было так и нет все что выпало причем это свежайший снег а до этого вообще его не было до января месяца и здесь получается так простейшее укрытие боковых веток учеба из учеба если вдруг случится какое-то невероятное случай дело в том что как сказать-то оно еще не заматерило ему второй год этому дереву вот этому второй год пошел привитого весна 19 да привита весна 19 года на следующую весну его два года исполнится и это вот оно чем отличается значит частично спасаем если вот это все замерзнет выпрямляем эти ветки дерево как живо так и будет живо это я всем советую полностью укрывать никогда не укрывал нет укрывал только персики шлихта они замерзли прямо укрытыми там безнадёга была у него морозстойкость была видимо видимо персик шлихта все-таки не это и близко рядом с хасанским не стоял вот это я уже пропускаю